Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, Якутс сегодня в прямом эфире и на телевидении, и на радио национальной обещательной компании САХА. В студии режиссёры Михаил Эверстов и Николай Слепцов. У микрофона сегодня редактор Юрий Сергеев. Я приветствую всех. А сейчас представлю гостя нашей студии. Это заместитель директора Института мирозаведения по научной работе Сибирского отделения Российской Академии Наук, доктор географических наук Александр Николаевич Фёдоров. Здравствуйте, Александр Николаевич. Тема нашей сегодняшней программы – изменение климата и деградация вечной мерзлоты, то есть её разрушение. На самом ли деле происходит таяние мерзлоты? Если так, то к чему это может привести? Ведь около 60% территорий Российской Федерации находятся в зоне многолетней мерзлоты. Ну, нашей республики тем более. Да и вообще, вот вечной мерзлоту можно назвать или нет? И вопросов, конечно, возникает достаточно много. Ну, а что думают по этому поводу учёные? И Александру Николаевичу Фёдорову давайте направим все эти вопросы. Как говорится, вся информация из первых уст крупного специалиста мерзлотоведа. Уважаемые телезрители и радиослушатели, в диалоге с участником передачи вы можете тоже принять самое активное участие. Все ваши вопросы, предложения, мнения мы ждём по телефону прямого эфира. Напомню их, 32-00-66 и 32-11-66. Иногородние тоже могут до нас дозвониться, набрав 8, гудок, 411-2 и номера телефонов прямого эфира. Ну что ж, мы начнём нашу передачу. Александр Николаевич, ну, первый вопрос. Всё-таки, вот действительно ли на планете происходит изменение климата. И вот что этому способствует, прежде всего? Ну, как многие говорят, ну, это очередная страшилка. Так ли это? Нет, то, что происходит потепление климата, ну, сейчас никто не оспаривает. Споры идут о природе вот этого потепления климата. Или это естественный процесс, как и раньше было. Или это антропогенная природа, потепление климата. Вопросы, вот, в этом, в основном заблуждение. Люди приходят из-за этого. А то, что потепление климата идёт, это давным, давно известно. Но на цикличные ведь тоже? Цикличные тоже, но вот этой цикличности, то, что добавляется антропогенный брез, это увеличение количества парниковых газов, из-за вот то, что мы, люди, влияют, экономика влияет, заводы, машины, сельхозугодие там и так далее. Вот то, что они влияют, конечно, достаточно большое. Но консенсус, конечно, где-то должен был быть найден, наверное. Однако споры очень острые в этом направлении. Но то, что вот мы, учёные, которые не конкретно само вот это глобальное потепление изучаем, о влиянии потепления климата на природную среду, ландшафты и на вечную мерзлоту, мы, конечно же, отмечаем, что изменения очень большие. Но, конечно, вот такие вопросы, они создаются из-за того, что в некоторых странах, в некоторых ландшафтах, ну, например, в Африке, Южной Америке, да, потепление, ну, совсем незначительное. Ну, будем, там, до одного градуса, до долей градуса, 0,5 градусов, например, за 50 лет. Зафиксированное. А если мы возьмём вот северные широты, северные и южные широты, антарктические, да, то там, конечно, вот изменения очень большие. У нас, например, в Якутии, это среднее, будем говорить, это 2-3 градуса средней годовой температуры, ну, это очень много. Это очень много. И поэтому нельзя говорить, что потеплений климата нет, оно, потепление есть, влияние есть конкретно, ну, наверное, дальше мы будем развивать эту тему. Хорошо. 32-00-66, 32-11-66, уважаемые телезрители и радиослушатели. Вы поняли, о чём мы сегодня говорим. Это изменение климата и деградация вечной мерзлоты. Ну, в северных и арктических странах мира зафиксированы факты, вот реакции, да, вечной мерзлоты, Александр Николаевич, вот на эти глобальные изменения. Вот, а какова ситуация у нас в республике? Если взять, вот, по сравнению с миром, ну, где есть вечная мерзлота, это Аляска, Соединённые Штаты Америки, Канада, скандинавские страны, северскандинавских стран, Тибет в Китае и так далее. Вот, если мы возьмём всё по сравнению вот с этими мерзлотными участками, да, то Якутия, конечно, будем говорить в негативном отношении практически на первом месте. На первом месте. На первом месте. Почему? Да. Потому что это, что ни говори, Якутия — это центр вечной мерзлоты мира. Да. Это не просто так, это красивые слова. И мы имеем все разновидности вот этой вечной мерзлоты. Есть у нас и льдистые участки, есть у нас и самые холодные участки, есть у нас тёплые участки. Короче, в Якутии мы имеем весь спектр вот этой вечной мерзлоты. Вот, кстати говоря, вечная мерзлота, вот мы говорим, да, вот уже несколько типов имеется, по-моему, более десятка, наверное, да? Нет, ну, типы мы, конечно, имеем, вот не так много, да, но, ну, например, я обычно, как говорю, вот, вот, обычно, вот говорят же, вот эскимосы, чукчи, они определяют 40 цветов снега. Но мы, когда составляем карты, мы практически, ну, я не буду говорить там, сколько мы составляем, вот какие разновидности там и так далее, но разновидностей очень много картируем. Вот эти сочетания, льдистые, низкотемпературные, льдистые, высокотемпературные, издлистые, там, среднекемпературные, вот, поэтому разновидностей очень много. Вот классификации мы делаем, вот это вечная мерзлоты, и, конечно же, очень много. Вот вы, кстати, составили ведь карту, да? Да. Вот вечная мерзлоты вот нашей республики, еще, по-моему, в 2018 году, если не ошибаюсь. Да. Что она себя представляет? Вот что там на этой карте? Да, на этой карте, на этой карте показаны, в каких ландшафтах, ну, там, тундровые ландшафты, там, северо-таежные, средне-таежные, горные, там, и так далее, какая мерзлота, с какой льдистостью. Льдистость максимальная, льдистость средняя или минимальная. Так, температура какая? Минус 10 или минус 1. Глубина протаивания 2 метра или 20 сантиметров. Вот такая информация покрывает, покрывает всю территорию республики Саха-Якутия. А вот в каких улусах районах, да, у нас все-таки существенно наблюдается влияние изменения климата на окружающую среду, ну, в том числе на среду обитания ведь населения? Вот, и все-таки вот я, центральная Якутия, наши севера, наверное. Я бы сказал так, под влиянием потепления климата находится вся Якутия, весь мир. Но негативно, негативный эффект, где вот находится, вы, наверное, об этом хотели спросить, наверное. Негативный эффект, мы, конечно, в первую очередь не говорим там, какой район, да, Абыйский, Верхнеколымский, Среднеколымский, там и так далее, да, мы говорим о ландшафтах, какие ландшафты. Значит, в первую очередь, конечно, очень большой негативный эффект мы наблюдаем, где развиты сильно льдистые ландшафты. Это, на севере это называется Едомой, а в центральных районах это называется ледовым комплексом или межалазьем. Или где, простым словом, это где развиваются Аласы, развиты Аласы, да, и между ними вот эти участки, сильно льдистые участки, они, мы называем их межалазьем, вот эти участки, они очень ранимы в настоящее время, особенно при потеплении климата, и плюс еще, когда добавляется антропогенный пресс. А в районах, районы, районы, конечно, они известны, это люди все знают, это Иллинингер, полностью. Центральная Якутия. Да, это Вилюй, это Яна, это Колыма, Индегирка. Вот эти низовья, где вот эти низменные участки, вот они, они очень сильно реагируют на потепление климата. Ну, конечно, вот известный такой факт, вот как Батагайка, да, вот там, в Верхоянском районе, ведь тоже это один результат таяния вечной мерзлоты. Кстати, там он произошел, по-моему, после крупных пожаров. Да. Года два или три назад. Нет, он, пожары произошли в 60-х годах. И, конечно, вот образование вот этого Батагайской котловины, оно связано, конечно, и с потеплением климата, и человеческим фактором. Это, во-первых, пожар, пожар, и потом еще вырубка, вырубка на этом пожаре. И, конечно же, это способствовало развитию вот этого феноменального природного участка. Конечно, все и таких, ну, кстати, вот это, в этом году наш институт, институт ездил в Верхоянский район, и тоже изучали. Ну, там мы тоже констатировали, что идут очень большие исходы. Хорошо. Уважаемые телезрители и радиослушатели, уходим на рекламную паузу сейчас. Вновь вернемся в нашу студию буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, Якутск, сегодня в прямом эфире. Ну, и так, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Напомню, сегодня наш собеседник, заместитель директора Института мерзостоведения имени Мельникова по научной работе Сибирского отделения Российской Академии Наук, доктор географических наук Александр Николаевич Федоров. Мы продолжаем нашу передачу. Какие-то вопросы, мнения мы хотим тоже, конечно, услышать от наших телезрителей и радиослушателей. Напомню, телефону 32 00 66 и 32 11 66. Так, Александр Николаевич, ну, теперь вот о деятельности вашего института бы хотелось тоже ознакомить наших телезрителей и радиослушателей. Какие подходы в решении вы ищете, да, вот как сегодня институт, ну, какие проекты, может, существуют по этому поводу? Пожалуйста. Ну, институт мерзостоведения, конечно, испокон веков, как вот он. Так, у нас телефонный звонок, давайте, значит, послушаем, потом продолжим. Алло. Алло, дарова, дарова. Дарова, дарова. Дарова, дарова. Дарова, дарова. Так, Александр Николаевич, ну, понятный. Так, и все, второй телефон Зымоног, давайте послушаем. Алло. Алло. Да. Здесь океаны. И давай. ВسبBLE alike. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...